Приветствую всех, дорогая церковь! Приближается день, когда мы все с вами будем приветствовать друг друга радостным восклицанием. Христос воскрес! И сегодня хотелось бы, предваряя это восклицание и ответ на него воистину, воскрес, то есть согласие, удостоверение, присоединение к этому заявлению, ну, буквально несколько слов из Евангелия, начиная размышления о кончине нашего Господа и входя в Его славное воскресение. В тот день, когда Иисус, истерзанный, прибитый гвоздями ко кресту, изнемогший, опозоренный, оклеветанный людьми, неожиданно даже для стражника воскликнул, совершилось и спустил дух. Было землетрясение, было затмение солнца. Этот человек, который руководил казнью, он вдруг воскликнул, воистину, вот этот Иисус Назарянин был Сыном Божьим. Народ после казни шел, бия себя в грудь. Они уже не кричали, они уже не обвиняли его. Но самые близкие люди Иисуса из Назарета – это его мама, это его родственники близкие, это один из учеников его, а может и не один, мы не знаем в точности. Пришли еще два очень важных человека, начальники народа. Во-первых, Иосиф из Аримафея. Он прежде посетил резиденцию Понтия Пилата, прокуратора иудеи, и просил разрешения на погребение умершего Иисуса Назарянина. Получив разрешение, он предоставляет тот гроб, который ему принадлежал, высеченный в скале, недалеко в саду от места казни. Но прежде чем было совершено само погребение, должны были удостовериться все, что он на самом деле мертв. Понихшая голова – это еще не значит, что человек мертв. Отсутствие дыхания – возможно, оно просто незаметное, это дыхание. И первым, кто убедился в смерти казненного Иисуса Назарянина, был воин. Что он делает? Он над тренированным движением пробивает грудь Иисуса с правой части грудной клетки, пробивая легкие и пробивая сердце. Под ножью креста стекло несколько литров человеческой крови. Когда тело сняли с этого позорного креста, конечно же, и родственники должны были убедиться, что он мертв. Хотя я не исключаю, что не было надежды. У каждого из нас с вами есть надежда, что умершие наши или умирающие наши близкие, они вот-вот откроют глаза, начнут что-то говорить, то есть они восстановятся в жизни. Но этого не произошло, потому что Иисус был мертв. Серо-зеленоватого оттенка, цвет кожи, запавшие глаза, полуоткрытый рот, как правило, обмягшие все мышцы. И никакого признака, не то чтобы жизни, никакого признака надежды на эту жизнь. Мертвое тело с каждой минуты становится еще мертвее. Как бы пытаясь остановить разложение мертвого тела, Никодим, пришедший на место этой казни, принес 100 литров алоэ и плащаницу, которая позволяла использовать эту настойку алоэ для бальзамирования мертвых. Покойника ложили на край плащаницы. Его тело натирали бальзамом и буквально заворачивали в этот кокон, этот саван, каждый виток, поливая настойкой алоэ. Ее было достаточно, 100 литров достаточно, чтобы эта вязкая, едкая жидкость, она впилась в тело покойного. Люди состоятельные, для чего бальзамировали своих умерших, чтобы остановить процесс разложения органических тканей. В таком случае постепенно эти бальзамы и эфиры выдавливали влагу из тела, и тело превращалось в мумию, что позволяло хранить ее много десятков лет. И как бы такую будущность уготовали Иисусу. Они не знали еще, что Он воскресе. Просто не знали, они не понимали. Они были в горе все, они были расстроены. И поэтому вот это мертвое тело, у которого, к которому когда-то они радовались, с которым общались, они его ложили во гроб. Люди были в таком полуобморочном состоянии. Их шокировала кальция, шокировала смерть, и никакой надежды не было. Но это, видимо, не было надежды. На самом деле Дух Святой этих людей благословлял. Он умилял их сердца. Вы знаете, если бы они действительно поверили смерть Иисуса Христа, они были бы глубоко и навсегда разочарованы в своей вере в Бога, в вере в Мессию. И в этом отношении, когда первосвященники и старейшины народа распространили по городу весть о том, что ученики украли своего учителя, где-то его там захоронили, то и люди здравые и трезвые и верные Богу понимали, что это ложь. Почему ученики не могли украсть тело Иисуса Христа? Самая первая причина, самая простая причина – им не нужен мертвый Иисус. Им не нужен мертвый Мессия, который пришел, который совершил столько чудес, знамений, который по воде ходил, который ветру запрещал, который мертвых поднимал, бесов изгонял и сказал, что Он воскреснет. Но они понимали это только разумом. А разум в данном случае был противником. И сегодня разум наш противник в отношении воскресения Иисуса Христа. Они, да, они скорбели сильно, но не было у них такого намерения, чтобы украсть тело Спасителя, а впоследствии с таким вдохновением, с такой харизмой, так твердо, так радостно заявлять людям о том, что Он воскрес. Это не те люди. Мы должны понимать, что апостолы Христа – это чистые сердцем люди, это твердые в своем намерении. Они бы просто, если действительно, ну, умер учитель, казнен учитель, и сказали, помните, Петр говорит, пойдем ловить рыбу. Это уже когда Он воскрес. Они бы просто разошлись, как двое по дороге в Имау шли, помните? Они сказали, а мы думали, было. Другие противники Иисуса заявляли, что якобы Он сам не был убит на самом деле, а жил там, ну, был в коме находился, а потом пришел в сознание. Ну, объясните, пожалуйста, эти люди нам, каким образом Он вылез из этого кокона запеленный, каким образом Он отодвигал полуторатонный камень, который закрывал устье гроба? Глупая такая версия. К этой же категории версии относится заявление о том, что не Иисус воскрес и пришел к ученикам, а его призрак. Конечно же, ученики, увидевши воскресшего Иисуса, и имели это первое предположение, что это призрак. Он прошел сквозь стены, вошел в этот дом, говоря, мир вам. Но призраки не едят хлеба, призраки не имеют плоти. А Фома, он был в какой-то части прав, когда требовал увидеть и пощупать его тело, увидеть его рано. И Иисус ему позволил это сделать, и другим ученикам позволил. Он говорит, вот мои руки, вот мои раны, вот моя грудь пробитая. Я понимаю, что они обнимали его, не целовали его, они буквально щупали, осязали его. Для них это было свидетельство. Но важно не только то, что Иисус казненный воскрес, важно то, что Он победил смерть. И вот с этого момента всем потомкам Адама открыта дверь в жизнь, жизнь вечную. И восклицая Христос воскрес, мы тем самым подтверждаем, подтверждаем, и нашу надежду на воскресение, что мы не умрем, но мы изменимся. И наступает тот час, когда из этой тленной жизни все верные Иисусу Христу, Его Церковь, она перейдет в ту истинную жизнь, в это славное новое тело, приготовленное, и в те обители, которые нам приготовил сам наш Господь Иисус Христос. В этом отношении мы имеем полное основание, совершенное право радостно восклицать. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес!